Искусство не знает границ. В День России в этом смогли убедиться жители Мриэл. В Царево-Кокшайском Кремле Республиканский театр «Кукол» дал комедию масок Жака и его слуга. Это музыкальное представление в стиле традиционной итальянской комедии Дель Арте. Всего четыре артиста представляют на сцене сразу 13 персонажей. Средства перевоплощения – маски и куклы. Самые важные элементы постановки – пластика, голос и текст. А жест становится метафорическим языком актеров. Комедия Дель Арте стала популярна еще в средние века благодаря уличным театрам, посмотреть постановки которых могли все горожане. Бродячие артисты приезжали на повозки и разыгрывали спектакли прямо на площадях. Прижился этот необычный жанр в Ешкарале. Итальянский спектакль артисты играют уже четвертый год подряд. Но впервые в числе зрителей был и руководитель региона Александр Евстифеев. Однажды среди ночи, проснувшись весь в поту, я понял, между прочим, что пересек черту. Он понял, 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 что пересек черту. Формат под открытым небом – это большое преимущество, которое имеет Республика Мариэл в связи с высоким уровнем вообще театрального искусства в Республике. Если мы возьмем количество театров и количество театральных артистов на одного гражданина, жителя Республики, то это очень хороший показатель для Республики. И очень известная поговорка «Театр начинается с вешалки», она сохраняет свою актуальность. Но сегодня появился новый постулат. Театр выходит на городские площади, театр выходит на улицы, театр идет к зрителю. Самое главное – здесь общение со зрителем, с публикой. Ее расположить, чтобы они расслабились, чтобы они откликались на наши шутки, они с нами контактировали. Самое главное – работа со зрителем. По задумке приглашенного питерского режиссера Александра Ставицкого, в постановке очень много музыки. Вставка сделана на динамику. За кулисами артисты меняют костюмы и главные маски каждые пять минут. Напомню, что комедия «Жак и его слуга» или «Как стать людоедом» впервые была представлена широкой публике в 2013 году. И с тех пор ее названия не сходят с театральных афиш. Афиш— Афиш — Афиш — Афиш—